Яхубович рассказал, как обманом выбил трехкомнатную квартиру в Москве. Я понятия не имею, что такое поле чудес. Вы никогда не смотрели. Ни одного раза. И в доме моем запрещено об этом говорить вообще. И мои друзья знают, что при мне... Лариса Адольевна поедает манты и показала нам... Каким образом я становлюсь такой страшной и злой для пущего ужаса? Но-о-о-о... Галкина подкололи на концерте в Вашингтоне. Зритель намекнул на божью кару. Иосиф Пригожин стал адвокатом Пугачевой. Просит оставить ее в покое. Ну, она ж не покойница, негодуют комментаторы. Самые яркие и интересные новости обсуждаем вместе. Четко без воды. С вами Жан Содель. Здравствуйте. Леонид Якубович признался, что обманом выбил трехкомнатную квартиру в Москве. Чистое сердечное признание сделано программе Укорчевникова на «Россия-1». 79-летний Якубович вспомнил, что в те времена ждал ребенка с женой. И появился повод получить квартиру. Благо в СССР-то давали бесплатно. Это не так, как сейчас. Какой-то по 5-6, а кто-то в общежитии помрет. Это Якубович и друзья, мол, сказали, что надо денег дать, чтобы жилье наверняка получить хорошее от стата. Нарезал газет, положил в конверт пухленький. Приехал в исполком. Мне сказали, что положена двухкомнатная квартира. А в ответ вылупил фразу. Если вы мне дадите трехкомнатную, моя благодарность в пределах разумного будет безгранична. В этот момент Якубович подсунул конвертик. Чиновник обалдел, сделал паузу. И все-таки выдал ключи от трехкомнатной квартиры. Построена она была в Новогиреево. Первым делом Якубович поменял замок и завез мебель. Ситуация, конечно, интересная. По мне это очень некрасиво. Ведь кому-то была положена трешка, а Якубовичу двушка. То есть он у кого-то отнял, понимаю. Причем все равно это бесплатно. Зачем наглеть? Вообще Якубович меня в последнее время разочаровывает. Периодически в соцсетях вижу момент, когда он говорит, что поле чудес не смотрит. ФРУ, семьи, не общается на эту тему. Вообще как бы как цирку, образно говоря. Отвел, отработал, уехал домой. То есть не горят глаза, нет души. Я понятия не имею, что такое поле чудес. Вы никогда не смотрели? Ни одного раза. И в доме моем запрещено об этом говорить вообще. И мои друзья знают, что при мне об этом просто никто не говорит. Почему? Диана, это концерт. Я пришел, провел концерт. Замечательно, зрители похлопали. И я ушел, забыв об этом раз и навсегда. Человек хитрый, не искренне. На первом канале заколачивают мощные деньги. Да, а вот такое вот у него поведение, отношение к программе поле чудес. И все-таки взяточку-то он был готов подсунуть. Да, пусть даже нарезанная газета. Что вы думаете по этому поводу? Напишите в комментарии. Лариса Дольна поедает манты и показала нам. Каким образом я становлюсь такой страшной и злой? Народная артистка играет в театре на Таганке. Наложили в гримерке парик на нее. И выложила в Инстаграм аж 12 нудных сторис с небольшими комментариями. Я посмотрел все. Сэкономлю ваше время. Помимо парика толстый грим, видео искрит. Это говорит о том, что масочка так же инстаграмная. Ну, выглядит неплохо, учитывая, что 69 лет. При этом стройная. Глаза получились как в фильме ужасов. При этом самоирония у Ларисы Долиной присутствует. Вот такие вот кроваво-красные глаза. Для пущего ужаса. Кровавая миссис Лавет. Кстати, очень любопытный поворот вокруг квартиры Ларисы Долина. Арестовать могут примерно 40 человек. Находятся они от Москвы до Дальнего Востока. По всей стране разбросаны. Подозреваемые, они не в курсе были. Куда они вляпались. Некоторые просто продавали свои банковские карты. Ну, а Долина лишилась квартиры в Хамовниках. Это, по сути, самый центр Москвы. В районе Лужников и Новодевичьего кладбища. Максима Галкина подкололи на концерте в Вашингтоне. Зритель пришел в толстовке или что это такое? Кофта, да? И написано «Карра». Говорят, мол, это, так сказать, божья кара. Конечно, в курсе я, что это некий итальянский бренд. Но, тем не менее, выглядит очень комично. Тем более, надпись крупная действительно в тему. Несмотря на это, Галкин не постеснялся выложить видео в Инстаграм. Это как раз стоп-кадр с него. На пятой точке Максиму Галкину не сиделось. Вот теперь скитается по миру. Но признается в любви к Нью-Йорку. Говорит, город этот обожает. За то, что в нем успевает даже в плотном гастрольном графике найти время на спектакле. Последняя премьера и постановки. Посетил спектакль с Робертом Дауни-младшим. Вот так вот. А вот в Москве он не успевал. Запрягали, видимо, с утра до ночи его на Первом канале. Ну, до замка добираться далеко было. Мне почему-то думается, что на родине он редко посещал какие-то мероприятия. Потому что боялся, что его узнают, будто автографы просит. Ну, а в Нью-Йорке и Вашингтоне действительно он может просто как зритель куда-то прийти. Его знать никто не будет. Иосиф Пригожин стал адвокатом Пугачева и просит оставить ее в покое. Но она же не покойница, а живой человек, возмущается в комментариях. Действительно, знаете, меня тоже очень удивляют. Такие комментарии бывают под видео тоже. Пишут, оставьте в покое. Человек, если публичный, подает пример, не всегда хороший. Почему бы не обсудить? Говорит Пригожин, что Пугачева может жить там, где ей удобно. Пенсионерка много достойно работала, заслужила спокойно обеспеченную старость. Стата уехала и дай бог ей здоровья. Оставьте ее в покое, ее позиция понятна. Уехала за мужем. Его юмор иногда зашкаливает, подметил Пригожин. Ему кажется, что это смешно. Но в сегодняшних обстоятельствах кому-то не смешно. Такие вот новости, друзья. Что думаете о Якубовичу? Нормально ли это, что, так сказать, хитрым обманным путем выбил трешку? Кому-то этой трешки не хватило. Что думаете о надписи «Кара» на спине зрителя, который смотрел это выступление Галкина? Это совпадение, либо это божья «Кара»? Как вам накрашенная Лариса Долина и покой Пугачевой? Абсолютно все, что думаете оставлять в комментариях, мы там вместе обсуждаем. Самая яркая тема. Пытаемся найти истину. Конечно, оцените видео, чтобы его увидели другие. Подпишитесь на канал «Вместе интересно». Очередной выпуск новостей уже завтра. Можете подписаться на меня в соцсетях, вконтакте, в инстаграме, в телеграме, в тиктоке. Есть возможность поддержать канал «Номер карты Силкан Донат» в описании под видео. Спасибо, что со мной. С вами Жан Содель. До встречи. Хорошего дня. Шикарного настроения. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова